Дорогие товарищи, я должен сказать, что Рабочая партия России рождалась непросто. Она изначально рождалась вместе и в составе, и не разделялась Российской Коммунистической Рабочей Партией, потому что именно Движение Коммунистической Инициативы в Оргбюро, в которого входил и Тюлькин, и Терентьев, и Долгов, и я туда входил, и товарищ Золотов, вот в это Оргбюро Движение Коммунистической Инициативы готовило съезд Российской Коммунистической Рабочей Партии в Свердловске. И после того, как было подготовлено, вот я, например, занимался тем, чтобы определить, кому дать, на учредительном съезде правил никаких нет, а кому дать красный мандат голосующий, а кому дать розовый. Красный я давал только тем, кто выступал за то, чтобы в партии было во всех органах большинство рабочих, потому что главное, с чем связана предательство КПСС, что партия отвернулась от рабочего класса. И это, надо сказать, вот этот съезд и принял такой устав, в котором во всех органах большинство рабочих. Но мы очень скоро заметили, что бывшие партийные работники, такие как Тюлькин и Терентьев, они ведут все пленумы, все заседания, собрания, а рабочие оттираются куда-то на задние всякие места. А когда один раз товарищи рабочие стали вести пленум, это было воспринято как восстание, как путь и так далее. Более того, значит, наши скромные предложения, чтобы председатель рабочей комиссии, докер Тимофеев, председатель Совета рабочих Ленинграда, стал членом оргбюро, наткнулись на такое разочинное сопротивление, что мы поняли, что Российская Коммунистическая Рабочая Партия болеет той же болезнью, что КПСС. И что мы не хотим второй раз оставаться в таком положении, как мухи в молоке. Опять в меньшинстве, те люди, которые за рабочий класс, а те люди, которые пытаются не служить рабочему классу, а управлять им, они начинают верховодить. И мы тогда призвали всех товарищей, которые понимают суть проблемы, выйти из РКРП и образовать. Сначала мы думали для прочности и связи с РКРП рабочую крестьянскую Российскую Партию, а потом, когда мы поняли, что нам может существовать раздельно уже Рабочую Партию России в последующих съездах. При этом я хочу сразу сказать, что авторами программы партии являлись три человека. Того проекта, который был принят, и который до сих пор есть и у РКРП, и у нас. Почти одна и та же. Это товарищ Золотов, товарищ Долгов, главный редактор «Народной правды», доктор экономических наук, и я. И все попытки переделать программу наталкивались сначала на моё сопротивление, потом на сопротивление и уже и товарища Тюлькина. Потому что людей, желающих перекорёжить программу, очень много, программа научная. И программа – это такой документ, который меняется не тогда, когда вдруг кому-то захочется какую-то фразу поменять, а тогда, когда мы его выполним. Вот как товарищ Сталин программу ни слова не поменял, пока она не была выполнена. А вот такие люди, как Хрущёв и Горбачёв, те, значит, занимаются изменением программы. Продолжение следует...